Добрейшего времени суток на связи Antiquar. Добро пожаловать в Disciples 2, где мы продолжаем проходить оригинальные кампании. В настоящее время проходим кампанию за Империю Темное Пророчество. Представляю вашему вниманию начало прохождения пятой миссии из этой кампании, миссии, которая называется Клевета и грубость. Целью этой миссии является убийство темного эльфа по имени Лив, который предался смерти, предался темной магии, стал сторонником Мортис и поэтому он угрожает всему живому, угрожает своим собратьям эльфам, которые являются преградой между землями эльфов, точнее между землями смерти Мортис и землями людей. Вот такая вот у нас диспозиция. Ну что ж, давайте мы зайдем в город, посмотрим, что тут можно строить. А тут можно строить все, кстати говоря. Мы получаем доступ, если пойдем по ветке рыцарей, к Святому Мстителю, который два раза бьет по 75 урона каждый удар, 250 здоровья и защитник веры. Обратите внимание, 225 здоровья, но броня 30, базовая броня 30. Один разбьет 125, инициатива 70. Просто космическая инициатива для милишника. Здесь 50 тоже неплохо, но, конечно, очень мощная. Обратите внимание, стоимость 3000, да? Слушайте, надо посмотреть, какой размер карты имеет ли смысл здесь идти в рыцарей. Слушайте, но она не очень большая. Нет, пойду я здесь тоже в инквизиторов, поскольку прокачать рыцарей нужно очень много опыта, на это просто может не хватить времени. Поэтому мы пойдем в великих инквизиторов. Наверное, на этот раз у нас будет волшебник, которого мы постараемся сделать белым магом. Вот таким пареньком. У нас будет один ассасин, и у нас будет лекарь. Ну что, я полагаю, что прори цательница. Нужно дать еще один шанс. Да, давайте попробуем опять же через эту ветку поиграть. Ладно, передаем все, что у нас есть крому. Прежде всего, нам нужно раскачать лекаря. Это задача номер раз. От нее никуда не уйти. Берем сразу улучшенного стрелка и берем служку, которая со временем вырастет до верховных постов местной церковной иерархии. Так, ну что, поехали. Надо только не забыть крому все поставить. Насколько я понимаю, у нас вот так все это должно работать по задумке. Да, это мы взяли... Потому что хорошая штука, отличный посох. Не уверен я, что я его буду проносить дальше. Посмотрим, что мы найдем на этой карте. Но вообще, конечно, смотрится очень сильно, да, его эффект. Вот. Артефакт, напомню вам, мы заменили. Взяли рунный клинок, который на 25% увеличивает урон героя. Теперь у нас 88 урон, что очень неплохо, как вы понимаете. Так, ну что? Здесь вот есть какие-то руины. Покинутый замок. Это деньги, но река, в которую лезть не хочется. Признаюсь вам. Погнали опыт, наверное, забирать. Да, моряка. Решил я проверить, есть ли там проход какой-то или нет. Можно ли туда добраться. Так, ладно. Здесь у нас заливочка опыта, прежде всего. Нам нужно, естественно. Бой, в общем-то, стандартный. Никаких сложностей не представляет из себя. Здесь шахта. Шахта часто обозначает наличие города. Город бы забрать, кстати говоря, хотелось бы, да? Давайте, наверное, мы сюда направимся. Двинем наши стопы в этом направлении. Полагаю, что так. Ладно. Ну и нам тут пишут наши противники. Это легионы проклятых. Угрозы одни, да? Ничего нового, видите? Смерть, в общем. Все как обычно. Все как всегда. Ну и что, начинаем отстраиваться. И я думаю, что сразу же ставим церковь. Эту-то барышню мы быстро прокачаем. Вот что будет дальше, мы поглядим. Город, да, говорил он? В смысле я. Короче говоря, не факт. Нет тут никакого города. Есть просто рудник, который нужно забрать. Тут бы нужно, наверное, подстрелить вот этого товарища. Ага. Крома. Интересно, будет паралич? По идее должен. Да, он один остается, этот товарищ. Шанс на то, что прокнет паралич, очень хороший, как мы уже выяснили. Он не стопроцентный, иногда и в одиночную цель промахивается, но очень хороший. Ну и вот у нас монахиня, которая будет лечить всех, да? По-прежнему на 20, но надо же с чего-то начинать. Я бы это так обозначил. Хорошо. Начало прокачки воинам положено. Так, что у нас тут? Тут даже неинтересно, если честно. Что, пойдемте тогда, наверное, вот сюда. Раз уж мы реку форсировали. Форсировали. Ага, и мы видим здесь еще какие-то руины. Видим здесь отряд, который можно пробить. И вот он, город. На самом деле он здесь есть, только чуть-чуть в стороне. Здесь уже по монахине решают бить лучники. Ну и хорошо. На самом деле, тут можно бы и прожимать быстрый бой. Но начальные бои, стартовые баталии хочется проводить как-то в более-менее полном объеме. Втянуться, да, в прохождение карты. Ну что, дальше будем заливать в монахине опыт. Но у нас нет денег пока, да, на постройку. Так, нам надо, кстати, стрельбище поставить. Его же тоже у нас нет в начале. Так много надо. Ладно, сейчас мы вот здесь что-нибудь получим. Город потом заберем. Тут, кстати, стоят какие-то... Но это неинтересно совсем. Слабенький отряд. А вот ману жизни забрать хочется. Но для этого нам нужно нанять Архангела. Напомню вам. Тут у нас волк. Я что-то даже не посмотрел. Но он один. Это не очень интересно. Это совсем неинтересно. Да, такие себе боевочки. Сундук заберем, наверное, и некромом. Им будем экономить. Ну что это? Семен Семенович. Как-то это даже не серьезно, я вам скажу. Сто золота. Свиток скорости. Ну, спасибо и на этом. Паучок. А он одинокий? Он не одинокий. У него гоблин-лучник. Но с этим мы, по идее, должны справляться. Так, 250 золотых нам залетает. Воздержимся пока от строительства. Можно было бы гильдию поставить. Но, наверное, все-таки пока нет. Ну и смотрим, что враги нам не то чтобы досаждали. Сразу все в этом плане нормально. Давайте мы оставим одну цель. Наверное, вот тут опыт интересно влить. Опа. Внезапно. А паралич. Тут вот я хотел сказать, интересно бы опыт влить в... Опыт влить в монахиню, но... Но. А шо это было? Два удара по одиночной цели и ни разу не прокнул паралич? Я сейчас на такого отвык. Так, ладно. Ну-ка, дайте-ка еще раз потестим. Да нет, это должно работать. Ну, как вы видите, не очень надежная страта, да, получается, игры через этот посох. Вот такие вещи все равно происходят. Ну, ладно. У нас не пвп, у нас... Лайтовое такое прохождение, где мы, в общем-то... Спокойно себя чувствуем. Никуда не торопимся. Ну, давай спролечем-то. Ну вот, видишь. А то это уж совсем какая-то печаль, беда. Наверное, выстрел нужен, да? Еще удар. Паралич. Так, теперь лучника можно отправлять. Здесь бьем, паралич прокает. Ну да, но это прям какая-то была такая очень странная ситуация. Два раза подряд не прокнул паралич. Это супер необычно. Ну и монахиня, кстати, готовится, да, к тому, чтобы перейти на следующий уровень. А вот это интересно. А вот тут можно получить по шапке. Откровенно признаемся. Что там нужно для постройки следующего здания по деньгам? 500. Стоит собор. Чтобы получить матриарха. Ну вот, кстати говоря, я не уверен, что я бью. Просто тут цель-то не одиночная. Ну да, и паралич не очень хорошо залетает. Ну, тут или, короче говоря, паралич прокнет на великана, или... Или нет. Или все будет очень хорошо, или очень плохо. Надо его добивать, по идее. Хватит нам урон. Да, хватает. Хорошо. Это просто прекрасно. Тут играться в отступление лучника я не стал. Ну, тем более, у нас и постройки нет. Она будет только на следующий ход. Ладно, замечательно. Мы забрали город. Мы получили обзор. Гоблин-лучник. Вы нас убиваете. Умри. Ну ладно, спокойнее. Че тут так завелся. Сундучок лежит. Ну, вряд ли он будет как сколько-нибудь интересный. Да, тут, в общем, охрана совсем не серьезная. Тут демон какой-то стоит. С бесами. Но тут, кстати говоря, если лучника увезти, по идее, можно докачать нашего... Лекаря. Нашу лекаршу. Так. Ну, легионы поперли. Так. Прежде всего, нам надо сделать постройку. Правильно? Так. Теперь. Напасть сюда просто, чтобы подлечиться. Вот что я думаю. То есть, единственная цель вот этой всей операции именно подлечить нашего героя. Вот если бы он еще по кому-нибудь промахнулся, был бы вообще огонь, конечно, но нет. Не случилось с промахом. Ладно. Не страшно. Эликсир защиты. Кстати говоря, перед битвой с демоном, да, может, это и не худшая была бы идея. Так, ну ладно, поехали. Разбирать этих товарищей. Сколько тут опыта надо? Ну, некоторое количество надо, да, пожалуй, мы лучникам-то отступим. Чтобы наверняка лекаря прокачать. Это важно, да, лечилка на 20, это совсем печально. Лечилка на 40 и жизней побольше, плюс она снимает уже негативные эффекты. Это, конечно, совсем другая история, совсем другое дело. Так, здесь есть торговец какой-то. Сейчас посмотрим. Торговец это прекрасно, нам продавать ему нечего. И у нас по-прежнему нет вот этого вот источника. Но я шел в лекаря сознательно, в общем-то. Там герои всякие бегают. Лесной эльф, нам нужна помощь империи. Орды нежити напали на наши города. Пожалуйста, позвольте мне отвезти вас к моему повелителю. Илии, людям запрещено вступать на земли эльфов, но я проведу вас. Да мы сами себя проведем. Не беспокойся, мы сами справимся. Свиток ослепления на 33% снижает шанс воинов попасть по противнику. А вот это крутая штука. Кстати говоря, давайте-ка мы запишемся. Как-то мы так... Очень смело, подняв забрало, движемся вперед по этой дикой, но симпатичной, но неизведанной территории. Так что... Торговец, поглядим, что тут. Ну, стандартный вот этот набор, да. Можно вора сюда, конечно, пристроить, но... Не так, чтобы это было, наверное, супер как приоритетно. Вот тут демон. Что-то мы тоже бросились в его объятия. Ну, по идее, тут да, тут в общем. Сложного-то ничего нет, давайте вообще через автобой. Так, и вот здесь опыт уже вливать я никому не буду. Нам ассасины интересно получить побыстрее. И что дальше? Мы берем, наверное, милишника, да, которого будем качать в инквизитора, а потом возьмем и мага, как я уже говорил. План такой. Так, волк. Ну, нет, я с волком-то биться не хочу. Сиди в городе. Можно нанять вора. А, ну как нанять вора? У меня нет даже гильдии, да? Гильдию поставить. Ну, по идее, нам надо сначала отстроить войска. Все остальное не столь критично для нас. То есть, с остальным мы вроде как справляемся. Довольно уверенно. Архангела нанять, да, было бы интересно. Берсерк. Плохо, что здесь вор стал. Мы фактически ход слили в никуда. То есть, ничего мы здесь не сделали. Есть разрушенный храм. Кстати говоря, вот это уже интересно. Это уже деньги. Берсерк, легионы проклятых. В общем, стоят тут на охране. Слушай, ну-ка, бегай, забери вот этот вот сундучок, что ли. Что ты там засел? Эльф, ты нас, конечно, проведешь. Мы тебе за это благодарны. Что, наймем Архангела? Наверное, да. Нанимаем, отправляем. Ну, на завтра она уже тут будет ставить... Жезл. На сегодня просто денег нет. Ну, в любом случае. Ну, даже вот было бессмысленное действие. Завтра она точно так же сюда бы подлетела и поставила бы Жезл сразу одним ходом. Ну, наверное, это не страшно. Да хорош уже гонять тут к нам шпионов. Я с ними не могу тут ничего себе позволить сделать. Мне его сейчас убивать надо опять. Тратить очки действия. На это... На эту всю ерунду. Несущественную. Эликсир восстановления. Ну, иди сюда, что ли, садись. Пока. А там поглядим. Так. А, это маниквору, да? О, этому к берзеркеру. Отлично. Это радует. 45 брони. Неплохо, что ты скажешь. Ну, вот две цели и сразу же проличь никуда не пролетает. Ну, к этому мы как раз уже готовы. Можно быстрый бой. Ну, и понятно, что... Ладно. Понятно, что, в общем, здесь все будет вот так, да? Типовой сценарий развития событий. И забираем разрушенный храм руины. Деньги-то нам интереснее. Иммунитет, смерть, паралич, да? Они делают, кидают. Ага. Ну, они слабо бьют. Поэтому, как бы, у нас просто банально их лучник убивает. Ну, а лечилка не дает герою потерять большое количество жизней. А сколько на паралич у них шанс? 80%. Хороший шанс. И мы видим, что действительно он работает прям как должно. Пока они каждый ход его накидывают. Ну, ладно, здесь тоже понятно, что угрозы для нас нет. 200 золота. Сфера на сферратум. 200 золота. Хорошо. Нам нужно поставить лучнику, да? Апгрейд. Сколько там? Тоже 500. Тоже 500. Гильдии империи стоит. Угу. Ладно. Тут бегрезен какой-то летает. Вот эти вот все ребята. Шпион пойман и повешен. Ну и правильно. Видишь, устроили тут. О! Отхватили у нас золото. Вы посмотрите. Ничего святого. И денег нет, чтобы нанять героя, да? Который бы контролил вот это все дело. Нужно торопиться, друзья. Город эльфов лежит на острове к западу отсюда. Я не знаю, сколько еще они смогут продержаться. Ну, знаешь как? Нужно поспешать не торопясь. Вот это вот торопиться. Торопливость хороша при ловле блох. И то не всегда. Давайте-ка мы начнем с вражеского героя. Который наверняка будет убегать. Хотел сказать я, но нет. Решает биться. А тут паралич прилетает сразу по всем целям. Интересное кино. Оп. И пиздемония. Да, вот как ни крути. Отличная фраза. Жизнеутверждающая, я бы сказал. Здесь мы забираем город. Тоже долго думать не будем, прежде чем это сделать. Ну и тоже давайте в быстром режиме. Там, где нет каких-то вариантов для противников, мы не будем долго думать. Еще город. Ничего себе здесь городок. Сражайтесь же, люди. Вы не в силах ничего изменить. Рождение Бетризена близится. Слишком поздно. Вас ждет тысячи лет адских мучений. Демонолог грозит нам. Видали мы, да? Таких грозящих демонологов. Так, присели. Архангел наш. Куда бы тебя? Ну, вот хочется, наверное, вот сюда. Но есть же проблема, да? У нас даже есть для тебя рыцарь. Можешь здесь облететь? Можешь. Ну, просто здесь волк. А, слушайте, так волк, а что я? Она же лечит, она же лекарь у нас. Что-то я не учел этого момента. Ладно. Так, демонолога надо сразу забирать вот этого, правильно? Именно он нам грозил карами великими. Ага. А 500 денег как раз было. А я не поставил. Ну вот, поспешил. Уже бы был ассасин. Ладно, это, я думаю, не станет для нас сколько-нибудь критичной истории. Так, мы куда-нибудь успеваем напасть вот сюда. Давай нападем. Пойдем вот к этому городу, занять его интересно. Ну и как раз мы тут докачаем ассасина. Что тоже неплохо, как вы понимаете. Тут можно было бы напасть, но они нас потреплют, да? А это у него и есть. Это просто воин. Так, ладно, подождите. Можешь же это использовать? Можешь. Ну и давайте, наверное, здесь разберемся, что мы тогда стоим здесь, жмемся. Ой, как хорошо. Сколько у тебя урон? 40. Наверное, в защиту пока. Так, тебя добили, это прекрасно. Здесь чуть-чуть приходится потерпеть. Ну и тоже в защиту. Смысла нет нападать. Так, ну и стой, наверное. Здесь нам надо отбить. Рудничок. Так, ну нормально. Должно нам хватить запаса жизни. Волк кусает сильнее, чем наша барышня лечит. Но, учитывая, что у нас есть некоторый запас по хп, получается-то неплохо. Так, прежде всего сюда, да? Хотя можно и сокровища тоже забрать. Ух ты! 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 Фиолетовые тона. Бледно-серые-фиолетовые. Вот такие тона в нем преобладают. Ну, в общем, занятно. Что вы делаете, люди? Мои действия у вас не касаются. Убирайтесь! Ну ты давай нам еще расскажи, что нам делать. Убираться или как. Так, здесь жезл убрали. Сундук готовы практически пожертвовать. Так, ну тут тоже ничего интересного. На самом деле, в этом бою нас не ждет. От слова совсем. Последователь культа. Битризен покарает вас за это. Ваше время пришло. Приготовьтесь к пробуждению. Вашего нового бога. Что же все нам угрожают? Направо и налево. Наверное, вот тут тоже почистим, да? Что они стоят? Непорядок. Так, сколько лечилки? Лечилки еще много. Нужно опыта. Давайте все-таки мы хотя бы поставим гильдию. Храм бы надо поставить. Но гильдия как-то даже кажется более первостепенной, что ли, задачей. Полечить тебя. Там эта штука будет прогонять с поля боя, да? Кого-то из наших. Да ладно, нападай. Хотя лечилка, что, сейчас его убьют и что? И куда? Да. Аня, не, нормально все будет. Сейчас она будет прогонять. Да, будет прогонять именно нашего. Война. Теперь будет убегать. Ну, конечно. Конечно, промах. Ну, конечно, два промаха. Так, ладно. Сейчас же еще сюда замахнется. Посмотрите на нее. На эту заразу. Так. Пойдемте в город. Изучим наше любимое человеческое заклинание. Я бы на самом деле еще изучил пятого уровня. Обратите внимание, так и нет. Где оно? Сияние дня. Рассеивает весь туман войны. Вот это, конечно, кайфово. Так, что надо-то на него? Мана рун, мана жизни, мана ада. Изрядное количество. Да, крутая штука. Помню, одна из наших зрительниц, Кейт Батори, писала, что есть заклинание такое у людей. По-моему, она. Я, мол, не буду спойлерить. Что-то заклинание, но тебе понравится. Ну, и это было в контексте того, что, ну, по поводу разведки. Да, Кейт, мне понравилось. Ты абсолютно права. Так, ну что же, поехали дальше. Пока нормально, пока мы города забираем. Ну, вот я знал, что сейчас такая проблема здесь будет. Герои поперли. Ну, надо их как-то отбросить всех. Просто не хочется отдавать города. Очень тут все у нас неплохо складывается. По деньгам, по ресурсам все, да? Доход. Вот это вот все. Поэтому надо бы, наверное, тут разбираться пока. Есть возможность. О, пятый уровень. Однако. А мы тут разберемся. Хватит нам урона, кстати говоря. Бежать! У-у-у, а что же вы бежать-то планируете, ребятушки? Как-то это, мне кажется, они могли попробовать с нами повоевать. Ну, на самом деле, это их проблема, правда ведь. Решили они бежать, значит, решили. Сто тридцать опыта. Нормально. Нормальная тема. Талисман инкуба. Целебная мазь на двести. Эликсир жизни. Эликсир восстановления. А талисманами мы можем пользовать? Силы талисманов. Да, мы же. То есть, мы можем призвать в битву инкуба. Фактически, мы можем встать вот так. Сделать вот так, а в какой-то момент, да. И в какой-то момент, если будет тяжело, призвать инкуба. Ну, почему нет? Это неплохая история. Так, можно еще... Заклинание дать. Вот призрак, мне не нравится, что он тут стоит. Прям... Надо, наверное, воспрепятствовать. Потому что, по-моему, это герой у них такой. И герой, который забирает города. Так что... Надо нам его по-быстрому слить. Как вы понимаете, дракончик. Да, но тут бедный дракончик, что называется. Кстати говоря, за драконов опыта дают. Прям хорошо. Прям очень приятно. Здесь магия смерти. Которая разве что для посоха нам может пригодиться. Ну, давайте вот эту, заразу, все-таки победим. Придется Архангела возвращать. Ну, наверное, по дороге мы вот что сделаем. Сфера энергии. Надо забирать. Так, деньги. Деньги потихонечку идут. Надо накапливать, да? Герой. Еще призрак. О! Ух ты! Нежить-то как поперла. Нам писали про нашествие нежити, да? То, что они идут к эльфийским городам. Может быть, это, скажем так, выражение, да, вот этого процесса. Ну, тут через паралич, как вы понимаете, плюс хил. Дракон бьет... Давайте я вам покажу. Не все же знают. Я что-то тут быстрые бои устраиваю. Он бьет по всему полю боя на 40. Мы лечим на 40. То есть, как бы... Дракон Рока. При жизни эти кошмарные чудовища дышали огнем. В посмертии они выдыхают ядовитые испарения, окутывая отравляющим туманом армии противника. Ну, и тут стандартный у них какой-то вариант, да? То есть, как вы понимаете, через... А, ну вот. Вот бывает и так. Ну, давайте проведем тогда этот бой. Нам надо его запараличить. Ну-ка. Есть. Ну и все. Теперь просто дорезать. Слушайте, ну они так-то качаются бодро. Матриарх уже готова почти к своей последней финальной реинкарнации. У этого и так она финальная. Надо, наверное... Что сделать? Тут зомби еще бежит. Надо нам, наверное... Война-то нанять. Еще одного. У нас все равно денег нет пока, да? Можно опыты... А может и мага сразу. Слушайте, куда нам торопиться получается? Ну, кстати говоря... Давайте сольем оставшуюся ману жизни. Здесь мы нанимаем сквайра. Так, мы берем мага. Нам нужны будут дополнительные деньги, чтобы отстраивать еще одну ветку для построек. Можно взять еще одного лекаря, на самом деле. И вообще горя не знать. Ну, мне кажется, и так у нас лечения более чем достаточно. Поиграем вот таким набором войск. Обещал я показывать разные сетапы, да? Если уместно будет так обозначить эту историю. Уклимана! 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 На тебе, Уклимана! Так, ну и на самом-то деле... Вот им надо строить строение. Это первые апгрейды они быстро получат. Так, ты лечишься, правильно? Хотя у нас храма нет. Ты, конечно, лечишься, но храма у нас все равно нету. Ладно. Ясно, понятно. Так, ну поехали. Поехали дальше. Сейчас вот надо отбить первые вот эти волны. Атак. И дальше должно быть полегче. О, нежить поперло. Воров очень много. А у нас нет денег на героя, который бы все это контролил. Всех этих воров и прочую мелочевку. Так. Надо, наверное, прежде всего прокачивать переднюю линию. Да, поэтому мы ставим... Подземелье. Ух ты! Прикольно. Это прикольная тема. Ничего не скажешь. Ой-ой-ой. А что ж ты мажешь-то? А что ж ты так мажешь-то? Некрасиво. Некрасиво. Ага. Нормально. Сейчас потянем. Так, это ты куда собрался-то? Не надо. Не надо уходить. Так. Воскрешение сделать героем. Здесь давайте мы пока завейтимся. 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 Талисман-то нам для чего нужен. Да, вот. Да, вот. Вот так хорошо. Да, вот он он у нас. Охотник на ведьму. Опыты мы получили тут с мраморной горгульей прям хорошо. Ей было до третьего уровня прям чуть-чуть. Здесь докачался практически наш ученик мага. То есть скоро и он перейдет в новое качество. Может... Ну, на следующий день, наверное, боевка-то у нас, скорее всего, какая-то будет. Сфера огня. Эликсир неуязвимости. 50%. Это неплохо. Это вот прямо скажем хорошо. Так, ты сидишь, ты при деле. Все при деле. Так приятно. Так это приятно, когда все при деле. Когда никто не халявит. То есть вроде бы мне отсюда хотелось бы и уйти. А это у нас проклятые бьются с демонами, да? То есть мне бы вроде как бы хотелось бы идти куда-то дальше карту исследовать. Но мне нужно вот как-то начать здесь закрепиться. В том смысле, что героев нанять. Чтобы у меня были деньги на героев, на воров, которые бы могли контролировать. Так, кстати, давайте мы про ученика-то прочитаем. Ученик атакует противников с расстояния, обрушивая на них молнии. Урон 15. Хе, 15. Да, это конечно. Это конечно ни о чем. Ну что? Так, кто тут? А зомби тут. Хорошо. Меня устраивает этот товарищ. Угу. Слушайте, ну давайте через быстрый бой. Ну и вот он маг, волшебник. У нас прокачался. Разя врагов молниями с удвоенной силой, волшебник не ведает пощады. Тридцатка по всему полю боя. Ну вот из плохого бьет воздухом так же, как и наш герой. Вот другую стихию бы ему дать или нашему герою, неважно. Талисман зомби. Зомби можно призвать. Кстати говоря, это можно бы все продать, но нам для этого нужны... Ну нам для этого нужны... Рынки. Ну какие-то торговцы. А их прям поблизости нет. Так, что мы делаем Архангелом? Ну, поставляем по идее где-то. Да, пока. Пока не хочется ее на передовую выталкивать, поскольку... Ну поскольку что-то уж больно много там врагов. Прямо засилье какое-то. Так, 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 так. Так, а вот и какой-то торговец. То, что мы как раз и просили. Ну опять же, тут... Тут все элементарно просто. И докачивается наш матриарх. И денег там надо уже, я так понимаю, порядочно. На эту постройку, на базилику полторы тысячи. Полторы, Карл. Лавка, берека. Может посох продать вот этот, который отнимает, да, там? Ну вот посох смерти. Найдем же мы тут что-нибудь приятное на карте, чтобы мы сможем перетащить с тобой, с собой в следующую миссию. Я полагаю, что должны. В общем, надо подумать. Оп, 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 оп. Некрасиво было с твоей стороны. Честно тебе скажу. Нежити прет прям хорошо, прям прилично. Ну вот, как вот отсюда отойти? Надо возвращать себе город, а то доход будет меньше, вот это вот все. А, и вот так я успеваю одним ходом, это прекрасно. Это не может меня радовать. Так. Победили. Да, карта она вот, вот, вот она вся. Интересно, где темный эльф? Ясно, что мы одной серией тут не ограничимся. Но пока не очень понятно, куда идти. Ну просто вот хочется, хочется создать себе плацдарм, такой надежный, кайфовый, где я смогу просто получить изрядное количество маны, денег и сформировать линию обороны. Можно, конечно, забить на это на все, просто уйти героем. Но это же такая себе история в том смысле, что... В том плане, что... Здесь врагов будет просто тьма. И они будут тут мешаться, как не в себя. Нацеливаются там на наше... На наше богатство, мне кажется. Так, здесь... Вор. Ну что, начнем. Наверное, надо вложиться, опять же, в следопыток, который быстрый. Ну, в общем, под нашей схеме. Да, лучники и вперед одного этого милишника. Да, я сливаю деньги, так нужно и нам, но это нужно делать, потому что я иначе отсюда не уйду, поскольку я не хочу допускать здесь разгул преступности. Ну, а точнее, разгул здесь вражеских сил, которые, да, будут творить все, что им заблагорассудится. Поэтому нужно вот такого героя иметь. По идее, храм поставить надо, да, чтобы лечился этот товарищ. Ну, а тут совсем все печально. У компа. Так, до торговца-то мы доберемся, нет? Доберемся. Должны. На этот раз должны мы это сделать. Так, 250 золота, побольше приходит. Еще дотянулись до какого-то рудничка. Милорд, посланник эльфов просит принять его. Он принес известие из города эльфов. Посланник эльфов. Нежить ломает наше укрепление. Наши люди не знают ни сна, ни отдыха. Проклятая нежить атакует нас днем и ночью. Пожалуйста, поторопитесь, пока еще не слишком поздно. Только не говорите мне, что это миссия на время. Как-то мы не готовы. О, городок. Городочек, городок. Так, стоп. Я же хотел... Да. Я же хотел попродавать. Полторы тысячи нам нужно, да? Так, ну и так тут парень лечится. В общем, норм. Герой. Магическая направленность. Магические направленности мне тут подсказали, что с ними можно делать. Давайте протестируем. Как это работает. Ты выйди. Здесь берем вора. И вызываем на дуэль. Командира. Оп. Да, неплохо это работает. Нужно признать, что работает это просто бомбически. Ну и отравим все. Ну и теперь можно уже получать опыт. Честно, нами раздобытый в данном случае. Танкуй. Эй, эй, эй. Да, да. Вставай в защиту и танкуй. Просто танкуй. Слушайте, ну... Много-то он не оттанкует. Прямо скажем. Ну его убьют, да. Лучники бодрее будут качаться. Ничего страшного. На самом-то деле... Нормально он прожил. Как раз его сейчас сольют, а мы на следующий ход всех достреляем. Просто наймем нового себе милишника, да и все. Не будем тратить деньги на воскрешение. 31 опыт. Ну так, потихонечку еще... Пару таких боев и все у нас будет неплохо. Чтобы воскресить, говорит, нужен храм. Спасибо, Кэп. Мы как бы в курсе дела. Так, здесь. 360 монет. Жалко его отдавать. Но он такой у нас как бы лежит, да. Непонятно, понадобится он, не понадобится нам. Талисман зомби. Воу, он стоит-то. Продаем. Сфера на сферату. Продаем. Жалко. Два дня подождем и так построим, да. Давайте, наверное, мы так сделаем. Да, это какой-то опыт, который, конечно, мимо нас проходит, насколько я понимаю. О, русалочка. Иди сюда. Приветствую вас, люди. Эльфы послали меня, чтобы помочь вам. Я буду защищать вас, пока мы не окажемся на их территории. Они обитают на острове среди озера Улгуд, к западу отсюда. Кайф. Ну-ка. О, она еще и с Кракеном. Кайфовый парень. Смотрите, какой хороший. Ну, и она своим параличем, да. То есть, она может как раз контролить тут всякую мелочевку, которая будет лезть в воду. Дать, что ли, заклинание, чтобы этим ходом напасть хотя бы на героя, да. Чтобы уменьшить количество супостатов. Эх, развалили мне руины. Зачем-то. Ну, ладно. Таура. Орда нежити. Руины разграблены. Конечно, разграблены. Че от вас ожидать-то еще? Ага. Давай разведочку пока, что ли, сделай. Чтоб мы представляли, с чем мы имеем дело. Вор. Ага, понятно. Понимаю. Вот-вот-вот-вот с этими, да, она, по идее, должна неплохо разбираться. Слушайте, а с призраком-то мы разберемся или нет? Че-то есть сомнения определенные на этот счет. А можем мы вызвать на поединок? Просто там дракон. Че мы с драконом-то будем делать? То есть в какой-то момент она должна перестать параличить. Ну, то есть промахнуться параличом, мы должны победить. Правильно? Мы убежали. А почему мы убежали? Ничего не понимаю. Призрак орда нежити. Ага. Не можем напасть, она вроде в воде же. А, она не может сюда проплыть. Угу. Расточительно это, конечно, но а что поделать? Ой, да ну че ты делаешь? Ты че делаешь-то? Вызываем на дуэль. И побеждаем. Угу. Хорошо. И тут остался один дракон, который просто будет отсюда убегать. Насколько я понимаю, должно работать именно так. Хорошо. Русалка дала нам представление о том, что творится кругом. Здесь. Всякие разные, смотрите. Ребятушки. Неплохо тут опыта. Наверное, в защиту просто. Давай. Угу. У нас же еще мат есть. Хорошо добили. Этих супостатов отлично, слушайте. Просто замечательно. Получается так. Ну вот в таких боях здесь массовый урон, да? Вот, конечно, вот эти лечилки, они прям смотрятся супер. Потому что был бы обычный лекарь, он бы тут три года пытался бы всех отличить. Ну или много времени тратить, или выходить из боев недолеченными. В общем, одно из двух. Ну и завтра, наверное, мы уже будем докачиваться-то, да? Завтра будет постройка. Сегодня нам надо забирать этот город. Тут можно вот так действовать совершенно спокойно. Кстати говоря, наш ассасин получает. Следующий уровень будет посерьезнее бить. Это радует. Забывай ее проверять, есть ли что-то в городах. По части всяких там интересных вот таких вот штуковин из амуниции. Ты сидишь, ты сидишь, ты сидишь. На дракона нападать вот не хочется с таким отрядом. Потому что это будет минус отряд. Ну пусть он куда плывет, да откуда он к нам сюда притопал. Эй, ты, ребятушки. Ага, ага. Во, герои пошли. Хорошо, с героями мы как раз и повоюем. Ничего себе тут нежити, слушайте. Какое-то нереальное количество, ладно. Реальное и нереальное. Базилика пошла. Все у нас хорошо. Получаем нужного героя. Ну вот реально можно на авто. А, тут совсем прям все печально. На автобоевке это все делать. Кстати, на волшебника надо еще поставить. Улучшение, да? Ну в плане здания, чтобы он грейд получил. Так, теперь дела пойдут вообще замечательно. Аналогично. Все делаем. Убежал что ли? Да ладно. Вот что значит не проконтролировать процесс. Всякие разные будут сбегать от тебя. Мы так ни на какую магию не накопим с этим ускорением. Но отпускать героя. Герой, который быстрый все равно. Да, тоже наверное нельзя. У него мечем. Сейчас отымем хоть что-то. Ух ты, еще и охотник на ведьм прокачался. Ясно. Так, эликсиры. Ну и все на этом. Угу. Так, ты. Наверное просто мы тебя отведем. Назад. А здесь с призраком наверное просто попробуем повоевать. Оп. Паралич. Вот это хорошо. Не было бы паралича, было бы печально. В смысле убили мне ее? Ясно. В общем. В общем призрак победил. Минус русалка получается. Ну вот видите, тут вот. Не прокнул параличить нею и все. Ладно. Обидно конечно я не буду это переигрывать. Потеряли и потеряли. В данном случае. Ничего прям критического для нас не произошло. Опа. Герой пришел. Воин. Воина надо травить. Бором. Так, здесь еще один герой. Оп. Призрак занял город зачем-то. Ой-ой-ой. Слушайте, сколько вот этих-то ребят. Прут они и прут, да? И прут именно сюда. Ну, слушайте. Или возвращаться к рому. Мы там стоять все время. Но это как-то несерьезно вроде бы. Паралич. Паралич. Город занимаем. Ну и здесь, да? Убиваем. На постройку нам не хватит сейчас. Ясно. Тут вообще одинокий дракон. Все. И маг. И, короче говоря. И охотник на ведьм. Все хотят расти и развиваться дальше. Значит, золотое кольцо, свиток вихрь огня, свиток адских мух. Хотел я прочитать. Мук. Броня на 50 уменьшается. Кайф. Рубин. Это 10% урона, да? Добавляет. Свиток мореплавания. На один ход. Мы будем с максимальной быстротой перемещаться. 50% урона. Свиток слабости. Ничего себе. Они тут растащили. Всякого разного. Ну вот. И, внимание, вопрос. Ну что нам делать? Возвращать крома или как? Иначе нам вот от этого всего не отбиться. Просто вот без вариантов здесь. То есть, предположим, да? Но вот этого мы, допустим, сейчас победим. Но должны, по идее. То есть, если мы его даже не победим, после такой арт-подготовки, то я даже и не знаю. Да не, его-то мы заберем. Здесь в защиту. Они будут убегать. Понимаю. Ну, без героя далеко не убегут, что называется. Ну вот это сбежит один. Нет. Никто не сбежит. И это радует. Что, лучники прокачаются? Неа. Сколько не хватило. Единички опыта каждому. Единички опыта не хватило каждому. Так, ну, предположим. Вот этого мы можем отогнать, допустим, вора, да, нанять? Я помню, что мне надо ставить грейды. Я все прекрасно помню, но... Но хочется здесь как-то это... Там 80 же, да, процентов на паралич? То есть, он должен просто в какой-то момент промахнуться. Мы должны просто дождаться этого. Стоим, ждем? Чилим? Анекдот бы какой-нибудь, может, вспомнить? Надо было сразу посмотреть, сколько там шансов на паралич. Или 90, но там точно не 100. Там совершенно точно не сотка. Ну, хорош, промахнись уже. Вот это контент попер. Слушайте, ну давай, давай так, сделаем. А так вот он побеждает. Ну да, в какой-то момент он промахивается. 70% точно, 70, Карл. Это 70% было. То есть, грубо говоря, каждый третий должен быть промах. Конечно. Конечно же, промах должен быть. Ой. Ну, нам надо идти в любом случае к торговцу. На завтра. Ну, а тут тоже прут отряды. Как не в себя. То есть, да, мы с этим совсем справляемся, но... А вот с этим наш герой уже не справляется. Тоже надо понимать. Надо пытаться дракона убить. По идее, это должно получиться. И по идее... По идее, у нас все вот эти ребята должны прокачаться. Правильно? Все причем, да. Кроме... Кроме лучника. Хе, бедолаги. Так. Темный эльф-лиф. Вы упорствуете в своих тщетных попытках остановить меня. Мортис не потерпит вашего присутствия. Это последнее предупреждение. Уходите, или вы сгинете навсегда. Какие же вы все мерзкие. Так. Ну что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы тут потащим, в общем. Но если мазать не будем, по идее, и потащим, да? Угу. Два трупика, правда. Минус зомбик. Но у нас нету... У нас нету денег воскрешаться. То есть хочется этого героя теперь сохранить. Для этого, по идее, нам нужно сюда со всех ног вот эту всю волну нежити остановить. Тут новая волна нежити прет. Ну или отдавать им вот этот плацдарм. Че делать-то? Прямо непонятно. Честно вам скажу. Прямо непонятно. Вор. Вор это неинтересно. Совсем на него очки действия тратить. Есть свиток мореплавания, но он один. Ну или забирают они и забирают. Или так сделать. Кого мы хотим? Ну давайте мы сначала пойдем в милишника. Он стоит на передней линии и принимает урон. Наверное, чуть более важная история. Инквизитор есть. Ух ты! Это я так запросто на них кидаюсь. Урон 50. Ой-ой-ой-ой-ой. Это я что-то погорячился, по-моему. Ладно, давайте посмотрим. Я его полностью восстановил. Он быстро ходит. О, это я, конечно. Это я, конечно, слегонца не оценил ситуацию. Пролечи нужны. Ага. Нужны. О, и тут победили. И тут еще... И у них полные жизни. Нет, так это не пойдет, слушайте. Вот вам и подъехал герой. А я что-то даже и уже и не... Записываюсь. У нас тут еще ход, елки-палки. Ну ладно, придется переиграть. Это интересно. Это очень интересно. Это очень интересно. Здесь именно фокус дракона должен быть. Отличный. В этот раз он никого на самом деле и не убивает. Все, это наш бой. Это наша прокачка. Всех, причем все здоровы, все счастливы. Это неплохо. Так, здесь... Ориентирование. Дай ему мы берем. Ладно. У нас сейчас интересная боевочка предстоит. У кромата. Здесь мы просто нападаем. Как понятно. И это все... Ой, елки-палки. Здесь мы, конечно, просто нападаем. Но немножко не так надо сделать. Инквизитора бы получить, да? В этом бою. Инквизитора бы очень хотелось получить. Как раз у нас хватает на него денег. Так. Можно просто кинуть... броню в... броню в... нашу эту девушку. В лекаря. У нас была мощная броня. Это, по идее, все решает. Но мощную тратить вроде как тоже не хочется. Это все прям решает однозначно. Что у нас есть вообще? Свиток слабости. Уменьшает броню. Не то. Наносит воинам 30 урона. Шанс попасть. Свиток... скорости. Не знаю, насколько это нам может помочь. Денег нет, да? Навора. Елки-фалки. Так, ладно. Ну, давайте тогда попробуем через вот такую броню мы тут отыграть. Инициатива 40. Инициатива 44. Маг. Маг ходит. Есть. Мы обогнали вампира одного. Это супер важно. Это супер важно. Маг не выжил. Да и шут с ним. Я так скажу. Минус ты. Минус ты. Да. Все у нас в порядке. Получается здесь вейт. Здесь вейт. Здесь вейт. Здесь поднимаем мага. Ну и все. Да, прям да. Совсем другой калинкор. Просто другой. Ну и опыта, конечно, нам здесь залетело. Тиара чистоты. Тиара чистоты. Предводитель, носящий этот шлем, невосприимчив к махинациям вражеских воров. Эликсир жизни. Свиток призыва к голям. Свиток духов льда. Да, 60 единиц урона магии воды в центре действия заклинания. А есть еще не центр, судя по описанию. Так. Что нам здесь-то делать, зомби? Отдавать город? Бежать вот сюда? А попробовать здесь как-то закрепиться? То есть по-хорошему нам нельзя, да, отдавать этот плацдарм. Но и драться за него я вроде как тоже не могу. Превосходящие силы врага вот это вот все. Ладно, в любом случае мы делаем ход. И после этого будем думать. Нам бы к ромам на самом деле до торговца добраться. Вот что надо бы. А самое главное, нежить прет и прет. И нет уверенности в том, что в какой-то момент она перестанет это делать. А если она так и будет переть, то какой смысл нам упираться рогом, пытаться здесь защитить эти города? Будет занятно, кстати, что я двигаюсь в сторону вот этого угла карты, да? А если замок эльфа будет вот где-нибудь вот здесь. Лифа вот этого. Ладно, об этом мы узнаем. Что ж, друзья мои, я предлагаю на этом моменте, закончить первую серию прохождения этой миссии. В принципе, получилась она довольно-таки насыщенной и любопытной. Много нового мы узнали. Посмотрели на разных созданий новых, попробовали повоевать за русалку, к сожалению, неудачно. Но, в общем, были здесь определенные нюансы, очень даже прелюбопытные. Засим позвольте откланяться, это был Антиквар, жду от вас активности, оставляйте обратную связь, делитесь комментариями, эмоции, впечатления, советы, естественно, приветствуются, спойлеры, естественно, порицаются. Огромное спасибо спонсорам канала за поддержку. Всем удачи и до встречи. Пока.